С приходом весны в Твери вместе со снегом на некоторых городских улицах растаял и асфальт. Такое явление специалисты дорожной отрасли объясняют рядом факторов, среди которых в том числе и погодные условия. В этом году каприза в зимы не выдержала и дорожное полотно на улице Хромова для водителей. Участок от Паши Савильевой до Санкт-Петербургского шоссе стал полосой препятствий с ямами едва ли не по колено. После многочисленных жалоб граждан и приезда на место нашей съемочной группы ситуация изменилась. Этой зимой столбики термометра в Тверской области скакали от рекордно низких до рекордно высоких цифр, что не могло не сказаться на состоянии дорожного полотна. Больше всех за минувший сезон пострадал участок улицы Хромова от Петербургского шоссе до улицы Паши Савильевой. Каприза погоды плюс, как посетовали автомобилисты, интенсивное движение большегрузов превратили асфальт в руины. Глубина Рытвин достигала нескольких десятков сантиметров. Автобусы застревали в ямах, легковушки пробивали колеса. В администрации города тогда нас заверили, что ремонт будет, но как только позволит погода. И вот как по заказу спустя несколько дней после выхода нашего сюжета выглянуло солнце. И на улице Хромова появилась дорожная техника. После многочисленных жалоб горожан, а также публикации в социальных сетях, работа на улице Хромова по ремонту дорожного полотна закипела. Еще неделю назад здесь были ямы едва ли не по колено, но сегодня их уже практически все засыпали. Сейчас на аварийном участке ямочный ремонт в самом разгаре. В связи с чем движение автотранспорта по улице Хромова от Паши Савельевой в сторону Петербургского шоссе перекрыто. В обратную сторону проезд пока открыт. Ремонт осуществляет столичный подрядчик. Представитель компании пояснил, что асфальт был изношен так, что повреждено основание. Тут на этой улице очень большой объем работ в районе полтора-две тысяч квадратов ямочного ремонта. Выкачиваем воду, сушим и продуваем, восстанавливаем основание и укладываем асфальт. Это мелкозеленный асфальт, тип B марки 2. Работы будут завершены к концу марта, также пояснил представитель компании подрядчика. Депутат Гордумы Дмитрий Нечаев, который проинспектировал ход работ, отметил, что в данном случае запустить так оперативно процесс ремонта удалось благодаря активной гражданской позиции горожан и заинтересованности городских властей. На гастрадальной улице Хромова очень много поступало обращений от жителей города, от автомобилистов в первую очередь, о ее, так скажем, мягко ненормативном состоянии. К счастью, как говорится, и на нее пришел праздник. Вот здесь отреагировала администрация города и в первую очередь начала полукапитальный ремонт делать. Кстати, ремонт на Хромова отслужил почти четыре сезона. На кадрах июнь 2019 года. Свежее, только что уложенное полотно. Таким оно оставалось до зимы этого года. По словам экспертов, средняя продолжительность жизни асфальта с учетом всех особенностей климата, интенсивности движения, качества материала около трех лет. Поэтому говорить о преждевременном износе тоже не приходится. Сколько прослужат новые заплатки, прогнозировать пока никто не берется.